Мир вам, друзья мои, мир вашему дому и вашим ближним. Продолжаем рассматривать ваши вопросы. Некто Алекс просто пробует задать простой вопрос на непростую тему. Если изменение внутреннего мира связано с правильным прохождением негативных переживаний, что связано с умением успокоиться через оправдание, то что делать, если в найденное оправдание поверить не удается? Как учиться верить в найденное оправдание? В своей жизни вы очень часто попадаете в обстоятельства, когда на действия кого-то начинаете реагировать недовольством. А такое недовольство неизбежно станет соблазнять, как-то выразить свое негодование. Чем вы слабее в духовном развитии, тем сильнее будете ощущать непреодолимость такого соблазна, в связи с чем будет проявляться и склонность грубее выразить свое негодование. Когда вы дозреваете до понимания, что проявляющееся в вас недовольство негативно сказывается не только на вашем состоянии, но и на развитии вашей личности, то по поводу таких переживаний, как правило, начинаете задаваться вопросом, как же справиться с разгорающимся в вас негодованием. Прежде важно понимать, что характер выражающегося негодования прямо связан с соответствующими качествами вашего внутреннего мира, а значит, только в зависимости от изменения вашего духовного развития будет меняться и ваша склонность как-то проявлять негодование. Одно и то же обстоятельство способно спровоцировать у разных людей совершенно разное по качеству переживания. Искать способы, как быстро можно было бы избавиться от каких-то сильных неприятных вам переживаний, бессмысленно. На такого рода чувственное проявление прямо воздействовать не получится. Характерные переживания подобны звуку, образованному каким-то инструментом. Если есть инструмент, который способен создавать какое-то качество звучания, то для изменения такого звучания разумнее пробовать изменить качество инструмента, а не пробовать как-то воздействовать на сам звук. В случае, когда в вашей повседневной жизни действия кого-то из знакомых начинают вас расстраивать, первые ваши простые усилия должны быть связаны с попытками найти наиболее подходящее оправдание тому, что произошло. Это, конечно же, совсем не означает, что удачно найденное оправдание вызовет у вас доверие к нему и сможет вас успокоить. Представьте, как верующий в существование чего-то станет реагировать на проговариваемую кем-то информацию, которая опровергает то, во что он склонен верить. Такой верующий не только не станет прислушиваться к приводимым доводам, но может и расстроиться от того, что кто-то так по-другому думает. Основная особенность людей состоит в том, что все люди склонны прежде ориентироваться на чувственное восприятие происходящей реальности. Вера во что-то прямо связана с чувственными переживаниями, а не с точной информацией, которая призван фиксировать и анализировать ваш мозг. При этом характер размышлений человека полностью зависит от его способности как-то чувственно воспринимать происходящее. От чего логичность размышлений становится условной. Поэтому в процессе осмысления одного и того же простого обстоятельства вполне могут возникать совершенно разные оценки. В основном ваши недовольства связаны либо с ущемлением вашего эгоистического чувства значимости, эгоиста связаны с вашими психологическими комплексами и страхами, что также имеет прямое отношение к процессу вашего стремления утверждать свою значимость. Поэтому, когда что-то начинает происходить не так, как вам бы хотелось видеть, ваше негативное переживание легко спровоцирует появление догадок, которые будут способны однозначно подтверждать ваши опасения. «Ваш больной чувственный мир сам способен провоцировать рождение своеобразной логичности чего-то происходящего, отчего лично вам будет казаться это достаточно убедительным». И хотя такие догадки могут вовсе не являться точной информацией, вы будете ощущать стойкую предрасположенность им доверять. В этом случае проявится принцип, в связи с которым проявляется вера человека. Представление, которое соответствует чувственным ожиданиям, всегда воспринимаются как наиболее правильные. Именно по этой причине в условиях, когда вы стали испытывать переживания, связанные с недовольством и опасениями, приводимые оправдания могут не вызывать доверия, даже если они видятся наиболее правильными. Если какие-то действия другого человека смогли вас сильно расстроить, это означает, что ваш эгоизм неизбежно станет пробовать, диктовать вам свои условия характерного восприятия происшедшего. Эгоизм обязательно станет проявляться таким образом, чтобы вы прежде доверились негативной оценки, а не оправданием. Основная сложность в такой праведной работе над своими слабостями будет связана с тем, что именно вам самим прежде следует найти наиболее интересное оправдание, а не добиваться оправданий от ближнего. Сам факт приложения усилий к нахождению оправдания, а затем и сдерживанию себя от проявления негодования, как раз и является реальной возможностью изменять необходимым образом качество своего внутреннего мира. Это один из элементов праведного труда, где от правильного приложения усилий полностью зависит эффективность процесса духовного развития человека. Суметь найти точное оправдание не должно являться главной целью. Главная цель это в начальный период разгорающегося смущения суметь удержать чувственное равновесие и мир внутри себя, что является единственным условием, когда у человека сможет проявиться нормальная способность рассуждать. найденное подходящее оправдание способно помочь вам сдержать спровоцированное недовольством порыв как-то выразить свое негодование. негодование вы позволяете негодованию овладевать собой, то как правило начинайте выражать суждения и прилагать усилия так, как это характерно прежде глупцам, хотя лично вам в такой момент будет казаться, что действуете разумно. Чем менее духовно развит человек, тем больше он склонен доверять негативным оценкам и не доверять оправданиям. И наоборот, чем более духовно зрел человек, тем больше он склонен находить оправдания и доверять им, а к негативным оценкам прежде испытывает недоверие. Так что, друзья мои, если взялись учиться творить праведное усилие, вам необходимо будет всегда помнить, что такой труд будет неизбежно связан с необходимостью преодолеть собственные яркие негативные переживания и соответствующие характерные желания. Победить себя в высший подвиг, который жизненно необходимо вам всем суметь сделать. вам знакомо мудрое выражение «Дорогу осилит идущий». Начиная работать над своими слабостями, не пытайтесь сразу же увидеть результат, который может быть характерен только окончанию пути. Учитесь ценить само движение и не прельщайтесь ожиданиями плодов каких-то побед. Теперь смотрим следующий ваш вопрос. Задает Анна Михайлова «Я живу в миру. Муж мой не из верующих, хотя в православный храм ходит, по-своему может и пытается верить. Я давно заметила такую закономерность, когда у меня возникает сильное желание читать молитву, любовь в душе просыпается ко всем. Или в празднике Пасхи, или из церкви иду с умилением, или дома цветы пересаживаю, или когда иду домой с работы, с желанием что-нибудь вкусненькое готовить, очень часто после всего этого наталкиваетесь дома на сильный скандал на ровном месте со стороны мужа из-за каких-то мелочей, будто из меня всю эту позитивную энергию забирают сразу? Или это какая-то турбулентность? Почему так со мной происходит? Аня, ты описываешь обстоятельства, которые являются очень распространенным в жизни всех людей. Думаю, многие из вас смогли обратить внимание на то, что человек может негативно отреагировать как на происходящий где-то негатив, так и на происходящий позитив. Даже наличие у кого-то счастливого выражения лица может легко еще больше усугубить переживания того, кто позволяет себе значительно акцентироваться на своей обиженности и недовольстве. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что корень негативной реакции на позитивные проявления кого-то из окружающих вас людей связан с примитивной предрасположенностью вашего чувства значимости соревновательно воспринимать чьи-то жизненные успехи. То есть чьи-то успехи легко могут вызвать чувство зависти, что гарантированно испортит настроение и спровоцирует выплеск негодования. Разная степень духовной зрелости располагает к разной реакции на проявление тех, с кем вы соприкасаетесь. Качества вашего индивидуального развития проявляются неповторимо и нередко имеют очень сильное различие. А значит вы все между собой делитесь по принципу кто-то духовно более зрел, а кто-то менее. В согласии с закономерностями, на основе которых возможно развитие человека, условно слабый неосознанно будет тянуться к сильному, так как только сильный имеет возможность оказать ему необходимую для развития помощи. Такое обстоятельство призвано играть жизненно важную вспомогательную роль. Любой из вас, как бы вы не оценивали свои качества, по отношению к кому-то время от времени обязательно будет оказываться в роли более опытного и более зрелого. Где при взаимодействии условно сильного и слабого именно слабый неизбежно будет создавать больше психологических осложнений. нередко можно встретить, когда тот, кто испытывает психологическое страдание, будет негативно воспринимать тех, кто испытывает радость. Духовно незрелый страдающий человек может воспринимать такую ситуацию, как происходящую несправедливость, что будет его раздражать и вынуждать переживать еще больше. Отчего такой страдающий эгоист будет испытывать склонность своими действиями вызвать страдания у того, кто пребывает в радости? Есть еще один нюанс в этой связи. проявляемые кем-то праведные поступки способны спровоцировать негодование у духовно незрелой личности. Это связано с тем, что условно слабые люди очень болезненно воспринимают предполагаемое ущемление чувства собственной значимости. И поэтому когда кто-то проявил настоящий праведный шаг, который они сами оказались не в состоянии сделать, то такое положение неизбежно будет восприниматься ими как подчеркивание их слабости, на что они реагируют очень болезненно. И тогда в качестве единственной возможности хоть как-то успокоить себя, слабые будут стараться пробовать опорочить того, кто проявил праведность. Они постараются убедить себя, что другой человек на самом деле якобы нисколько не лучше их самих. Поддавшись негативным переживаниям и устремляясь как-то опорочить, духовно незрелые люди способны легко позволить себе использовать нездоровые домыслы и откровенную ложь. Библейский Соломон однажды по этому поводу выразил точную мудрость. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Так как вы неизбежно будете взаимодействовать с тем, кто на данный момент в чем-то будет уступать вам в развитии, то по закону истины вы также неизбежно будете иметь повышенную ответственность за то, как станете проявлять себя по отношению к тому, кто к вам притянулся. Повышенная ответственность означает, что за проявленный негатив в ответ на какие-то ненормальные проявления условно слабого наибольшие негативные последствия скажутся именно на развитии того, кто в данном взаимодействии был в качестве более опытного. Необходимо помнить, что, делая добро, вы не всегда сможете увидеть адекватную реакцию. Для кого-то ваш поступок станет полезным примером, а кого-то будет способен смутить. действительно праведный или же просто нормальный поступок некоторые люди сразу и не смогут оценить по достоинству. Но однажды другие люди обязательно помогут им это вспомнить и уже правильно оценить. всему свое время. Поэтому, Аня, происходящую рядом с тобой упомянутые в вопросе закономерность восприми как нормальное явление, призванное дать тебе испытание, благодаря которому у тебя есть возможность стать еще лучше, если приложишь усилия и не позволишь себе осуждать ближнего, терпеливо продолжив проявлять заботу и дружелюбие. Только через одно это ты уже неизбежно будешь оказывать действительно полезную помощь тому, кто рядом проявил слабость. И рассмотрим еще один вопрос от безымянного автора. «Если у многих людей нет возможности приехать к вам, то при создании небольшого отдельного поселения по каким важным качествам благоприятнее объединять людей, если многие не будут устремлены принять последний завет». Развивающийся с начала девяностых годов экстремальный тип характерных знаковых событий должен был существенно пошатнуть не только основы традиционных ценностей, но и систему жизнеустройства всего человеческого общества. Вы уже это можете наблюдать все более явно и все более масштабно. С течением времени такое особое положение должно было начать показывать вам все большую неблагоприятность совместного проживания в условиях городского типа. и все больше подталкивать к пониманию необходимости пробовать формировать свою жизнедеятельность ближе к земле и природе, что наиболее благоприятно сможет происходить в условиях наличия коллектива единомышленников. в тех же девяностых годах в качестве также знаковых событий на основе появившихся разных идеологических ориентиров образовалось немало всевозможных движений, которые привели к тому, когда разные коллективы увлеченных людей устремились создавать разнообразные общины в отрыве от городских условий. А через некоторый период времени почти все из них столкнулись с непреодолимой проблемой, которая при таких обстоятельствах неизбежно будет связана с одним основополагающим условием, касающимся того, каким образом вы станете взаимодействовать и организовываться. Ведь все вы разные и на все происходящее смотрите по-разному. Любые экстремальные условия спасительно проходить возможно только в условиях организованного коллективного взаимодействия, где нередко будет требоваться наличие старшего, за кем благоприятнее оставлять последнее слово. Именно это обстоятельство, связанное с необходимостью определить старшего в условиях равного отношения друг к другу, будет самым непростым и конфликтным. В вопросе есть момент, по каким важным качествам благоприятнее объединять людей. Уже в самом этом отрывке из вопроса подразумевается обстоятельство, где кто-то станет пробовать объединять. при том, что само стремление подразумевает нечто нормальное, оно неизбежно станет задавать условия конфликтности. Если круг ваших единомышленников не объединен истиной, перед которой вы все равны и которая призвана именно в этот судьбоносный период времени пояснять все особенности, связанные с важными точками вашего взаимодействия, то самым благоприятным для вас было бы прежде всего пробовать выстраивать дружелюбную атмосферу, не задаваясь какими-либо масштабными проектами, где неизбежно требуется правильно слаженная организация. Иначе вы неизбежно станете тяготеть к созданию хорошо знакомых вам обстоятельств, основывающихся на тоталитарном управлении. Не надо стремиться объединять кого-то. Вы сможете наиболее интересно объединиться только в условиях старания проявлять свою дружелюбность. Выстроить дружелюбную атмосферу станет возможным, когда вы будете пробовать проявлять постоянную готовность прийти друг другу на помощь. И когда не будете требовать от ближнего делать то, с чем он может не согласиться. Самым важным станет именно это последнее. Вам надо будет научиться принимать друг друга такими, какие вы есть, и благосклонно понимать, что ближний в отличие от вас может оказаться не в состоянии выполнить что-то в силу его индивидуальных особенностей. Всегда необходимо помнить, что все вы разные и предрасположены по-разному отреагируют на одно и то же. В условиях, когда вы не имеете единого устремления постигать одну и ту же истину, это является нормальным. Конфликтность основана на том, что вы всегда стремитесь сравнивать ближних с собой, ожидая от них тех же реакций, которые характерны на данный момент только вам, отчего все активные личности, вдохновенно проявляя разные, на их взгляд, прогрессивные идеи, склонны проявлять высокую степень недовольства от того, что такие их идеи не смогут так же позитивно оценить окружающее. Это одна из примитивных ваших особенностей, о деструктивном характере, который вы, как правило, никогда не задумываетесь. А ведь все новые начинания, связанные с активным изменением образа жизни, способны делать именно активные личности. Поэтому очень важным будет то, как правильно вы расставите акценты в вашем взаимодействии, не нарушая понимание вашего равенства между собой. Разумно ориентируйтесь прежде на различия, которые связаны с вашим творческим мастерством и умением что-то полезное делать. И никогда не пытайтесь выделять себя в качестве более умного или более значимого среди тех, с кем пробуете взаимодействовать. Именно это последнее является самым опасным коронавирусом, который поразил вас еще в самом начале развития всей человеческой цивилизации и который все еще продолжает с успехом буйствовать безмерно серия трагедии и горе. Пробуйте прежде победить эту заразу. Ваше спасение зависит именно от такой победы. Благостных вам дней, друзья! Мира и счастья! До встречи! от лета! Благостных